ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фестиваль «Льняная карусель» прошел в субботу в городском поселке Корма. События разворачивались в Центральном парке. Организаторы подготовили здесь множество тематических локаций. Узнать о том, насколько широка сфера применения северного шелка можно было во время льняного парада. Различные предметы гардероба представили на льняном дефиле. Всевозможные подделки, вещи из-за льна в экспозиции декоративно-прикладного искусства. Особенностью нынешнего фестиваля стал образовательный блок. Экспресс-курсы по истории производства льна. Его использованию в кулинарии, косметологии, при изготовлении одежды. Своим мастерством делились и ремесленники. В этом году фестиваль существенно расширил географию. К участию пригласили не только жители белорусских регионов, но и представителей России, Украины, Бельгии и Австрии. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк с рабочим визитом посетил Реческий район. Он побывал на производственных объектах предприятия «Беларусьнефть» и провел личный прием граждан. Среди тем, которые поднимались во время встречи с населением, осуществление госзакупок, мошенничество в сфере строительства жилья и возможность получения информации о судимости о граждан, которых принимают на работу в детские лагеря. Кроме того, прозвучало обращение с просьбой о наведении порядка в лесах после вырубки поврежденных короедом деревьев. После уничтожения участка в лесополосном остаются остатки древесины, возможно, с наличием жуковредителя. Александр Конюк дал две недели для проверки подобных фактов местными органами прокуратуры совместно с представителями Государственной инспекции охраны природного и растительного мира. Сотрудники органов государственного контроля отметили столетний юбилей ведомства, которое ведет свою историю с 1919 года. А со дня основания КГК в его современном виде исполнилось ровно 25. К этой дате в Гомеле приурочили торжественное собрание. Лучшие сотрудники Комитета госконтроля области и ветераны службы получили награды и благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов. А сегодня свой профессиональный праздник – День железнодорожника отмечают сотрудники стальных магистралей Беларуси. Белорусская железная дорога не только лидер национальной системы перевозок, но и один из крупнейших работодателей в стране. На железной дороге работают около 80 тысяч человек. Из них 15% в Гомельском отделении. Кстати, у железнодорожников нашего региона есть особый повод для гордости – первое место в отраслевом соревновании. Кроме того, предприятие «Гомельжелдор Транс» занесено на республиканскую доску почета по итогам минувшего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова